С 2023 года условия получения государственной помощи изменились, во многом став жестче. Новое универсальное пособие объединило выплаты на детей до 3 лет, пособия на детей от 3 до 7 лет, от 8 до 16 лет и пособия женщинам, ставшим на учет на ранних сроках беременности. В результате некоторые выплаты, на которые раньше могли рассчитывать все, стали выплачивать лишь избранным. На одних детишек выплачивают пособия, а на других вообще не перечисляют ни рубля. Почему, чтобы получить помощь от государства, порой нужно работать и зарабатывать меньше? Ведь большинство мер поддержки распространяются лишь на малоимущие категории населения. Мы решили узнать у тверичан, как, по их мнению, должны выплачиваться пособия. Не проживешь квартплата, питание, одежда и прочее, прочее. Поэтому надо, конечно, помогать. Конечно. Ну, я не знаю, ситуации разные бывают. Вообще-то всем должны. Там обстоятельства-то всякие бывают. По идее, все должны быть получать, кто должен. Ну, хотя бы с материальной страной помогают, потому что у нас зарплаты не у многих большие. Неравенство социальное получается. Ну, я в целом считаю, что поддержка маленькая, потому что демография, да видно, все плохо. Я за то, чтобы больше одного ребенка социальная поддержка была более существенной. И тогда это провоцирует семей заводить детей. Чем больше, тем лучше. Если помогать, то помогать надо всем, а не выборочно. Это мое мнение. Я считаю, что это несправедливо, потому что каждому человеку бы не помешала бы лишняя какая-то надбавка. То есть я считаю, что большинство семей в России в этом нуждаются. Мало семей, которые там достаточно хорошо живут. То есть у меня много знакомых, которые достаточно нехорошо живут, потому что вот этих именно пособий им не хватает. Я всегда возмущена, потому что действительно кто-то, допустим, получает 15 500, ну вот просто говорю, можно. А 15 700 уже нельзя. Я не понимаю это. Я не согласна с этим. Сейчас минимум надо 30 тысяч. Это жить более-менее. Я не говорю, что это хорошо. Это жить просто не существовать, а жить. Не каждая нуждающаяся семья сможет доказать, что действительно нуждается в поддержке и получить ее. Ведь есть ряд условий, без которых пособие не назначается. И вот самые частые причины отказа. Доход семьи выше прожиточного минимума на человека. При этом бывают ситуации, когда речь идет не о тысячах, а буквально о каких-то рублях. Ведь для расчета дохода учитываются практически все денежные поступления всех членов семьи за год. За исключением материнского капитала и аналогичного пособия на ребенка за предыдущий год. Доход считают до вычета подоходного налога. Следующее – несоблюдение правил нулевого дохода. Это означает, что если у члена семьи нет дохода более трех месяцев подряд без всяких причин, например, болезнь, уход за ребенком или инвалидом или обучение, то он не сможет получить пособие. И опять же, ситуации бывают разные, почему человек не может найти работу с официальным трудоустройством и удобным графиком. И еще одна причина – несоблюдение условий комплексной оценки нуждаемости. Если у семьи есть перечень определенного имущества, например, доли в своей квартире или в доме родителей, которая, как считается, может обеспечивать достойный уровень жизни, то опять же люди не смогут получить пособие. И тут возникает вопрос, почему же одним малообеспеченным семьям оказывается господдержка, а другим, находящимся в том же статусе, нет? Может, дело не в самых совершенных законах, иногда в формальном подходе чиновников или низких реальных доходах населения. Но это уже другая история.